Ну всё на этом. Я не пойму, что ты манипулируешь, что так, то так. Существует или туда, или сюда, пускай так будет. Во славу Божию! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы чем занимаетесь? Проповедуем о Христе, распятом и воскресшем, этой тьме, этому Содому. Я вас понял, вы рассказываете, да? Мы считаем, Евангелие, вот сейчас брат считал, и Псалтырь считаем. Потому что люди здесь занимаются плохими делами. Они Бога не знают. Это канал разврата Содом и Гаморра. Согласен, согласен. Вполне я с вами согласен. И вот это как раз пересекать эти моменты, как раз и надо обрубать их. Чтобы такое не было, чисто для общения, вот как мы с вами разговариваем. Только без друга о них говорите, чтобы нормально. Да, 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 да. Сама с собой, сама с собой, я все понимаю. Люди не верят во Христа, и поэтому все отсюда заблуждения. Угу, угу. Я вас понял. Ладно. Спасибо, что пообщались. Да, ну что, общались. У вас, может, вопросы какие есть? Не, 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 вопросов уже нет. А вы тогда зайдите на наши ресурсы. У нас есть Ютуб, называется «Восвете Библии». Там 14... Еще раз. «Восвете Библии». Свет, Свет, «Восвете Библии». Игнатий Лапкин, это моя фамилия тут. Игнатий Лапкин. Как еще? «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Хорошо, я посмотрю обязательно. У нас 14 400 роликов там. Хорошо, хорошо. А если добавите слово «сайт», то зайдете на сайт. На сайте там фильмы, которые у нас сняты. Книги, которые у меня вышли из печати. 41 тонн. А сайт как называется? Сайт называется «Восвете Библии». Так и называется. Хорошо, я вас понял, понял. И везде ставьте «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. И вы зайдете на сайт, на форум, в Ютуб. А если по скайпу Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете сразу. Я один с этой фамилией и именем. Хорошо, хорошо. Я посмотрю, и на ваш сайт найду. И в Ютубе посмотрю обязательно. Обязательно посмотрите. Потому что у нас много друзей, много и врагов. Там про нас ролики всякие, комедии ставят. Это не надо обращать внимания. Это естественно. Хорошо. От зависти все это. С Богом. Все, спасибо. До свидания. Храни Господь. До свидания. Вас тоже. Все, на этом все? Все. Ну ладно. Вопросы можете есть, что? Как дела? Слава Христу. Слава Христу. Вы молодых. Во славу Божию все добудет. Во славу Божию все добудет. Мы живем на Алтае. Строим православную деревню, православную строим. Что-то хотели сказать? Да, хотели сказать. Как тебя зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин. Город Барнаул. Город Барнаул. Если вы зарядите в Ютубе Игнатий Лапкин по свете Библии, вы сразу найдете наш канал. А по скайпу просто зарядите Игнатий Лапкин и сразу выйдете. Сейчас дома, что ли? Да. Молодец. Я всем рассказываю, как мы ездили в миссионерскую поездку. Были в шести мусульманских республиках. В Азербайджане ночевали в доме Умулы. Умулы. Это как священник у мусульман. Потом ходили в мещеть. У нас с мусульманами хорошие отношения сохраняются. Мы им говорим о Христе, о вечности. Как все это дальше будет. Сколько лет тебе? 80 будет 10 июня в этом году. Сколько, дети? Что сколько? Что сколько? Дети сколько? Сосчитать трудно. Сосчитать трудно. Почему? Ну, много. Ну, много. Вот если вы покаетесь, и вы будете моим чадом. Дочка есть? Я говорю о Христе, о спасении, что Он умер за нас, Христос. И верующий в Сына Божий, иметь жизнь вечную. Апостол Павел говорит, я родил вас благовествованием. То есть, когда проповедуешь, человек обращается, это делается с сыном или дочерью. Я вот вел занятия в университетах, и мне неоднократно записки были. Вы мой духовный отец. Я говорю, нарожал и не знаю сколько. У вас вопросов никаких нету о спасении души? О спасении души? Нет. Тут процентов 80 на этой рулетке, в этом щад рулетке. Процентов 80 мусульмане. Я его спрашиваю вот такого. Один лежит голый, все голые лежат. Я говорю, кто вас ограбил-то? Они смеются. Я говорю, а зачем ты здесь? Ну, просто познакомься. Я говорю, а с кем познакомься-то? Ты не знаешь? Я говорю, у тебя дома разрешаются четыре жены, и надо колым платить. А здесь 44 бесплатно. Ты зачем зашел-то? Они хохочут, сидят. Это для Бога надо жить. Это все скверно. Она скверняет человека. Да, ничего не страшного, потому что если он хотел, это все люди, какая разница, русские, не русские, все умирают. Правильно. А на чем мы предстанем перед Богом? Вот это разница. В этой жизни, да, разницы нет. Богатый и бедный. Справедливости нет. А на справедливости нет, а Бог справедливый. Поэтому Златоуз говорит, справедливость должна, если на земле нет, она в другом месте будет, на суде Божьем. Один рай получает, другой ад. Вечное мучение. Несправедливость больше всего говорит, что будет суд Божий. Об этом Лермонтов написал на смерть поэта. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. И мой есть у тебя. И мой есть ему. Непонятно, что сказали? Непонятно, что сказали? И мой есть ему. Что-то никак это... Не очень... И мой есть ему. А что такое ему? А что такое ему? Ватсап, ему. Я так и не понял. Я так и не понял. Когда человек телефонит, у него есть имя, у него есть ватсап, у него есть вайбер. Что-то у него... У него, если он не верующий, у него ничего нет, кроме ямы. Ад, озеро огненное. У не верующего ничего нет, и ни в этой жизни, ни в будущем. Это проигрыш на сто процентов. Даже у вас, которые по-другому верят, и вы все равно знаете, что за гробом будет наказание. Вот я сейчас с одними мусульманами разговаривал. Он меня только увидел. Трое сидят. И он сразу матом. Я говорю, у вас, я знаю мусульман, я жил с ними. У вас к старым людям, как к сокалам относятся. А вы как ведете себя? Да я не на вас, я просто испугался, видно. Глянул на меня и испугался. А ты думал, что сейчас девка подойдет себе голая, и ты обрадовался. А увидел человека с бородой. А увидел человека с бородой. Он закрылся руками, разговаривает, ему стыдно было. Да я не на вас сказал. Я говорю, знаю, как у мусульман относятся благоговейно к старым людям. Храни вас Господь, да обратит и дарует покаяние. Жить для Бога. Во славу Божию. До свидания. Вы хотите что-нибудь спросить о вере, о душе? Я хочу что-нибудь спросить о вере. У вас вопросов никаких нету. Да нет. Как у вас дела? Но главный вопрос-то можете осветить. А для чего человек родился и живет? Для чего? Какая цель у него? Какая цель у него? Для цели. Ну что, как? Для каждого цели. Если общей цели нету, то все идут в разнобой. Цель одна быть должна. Одна цель. Это всегда государи, когда желают что-то сделать. Допустим, говорят о пролетарии всех стран, объединяйтесь. Цель была объединиться дальше. Построить коммунизм или построить тысячелетний рейх. И тогда все вместе идут, и в государстве порядок какой-то был. А когда все в разные стороны, это банда какая-то. И там в банде-то и то какая-то цель есть. Какая цель должна быть? У нас как раз-таки есть распорядок. Вот надо цель иметь. Я прочитал, когда в армии был, посмотрел фильм «Отверженно» Виктория Гогу. Говорит, не было ли цели другой – спасти не жизнь, но душу. И вот это пронзило меня. Я стал искать. И после армии встретилась Евангелие. Я узнал о Христе, что Он умер за меня. И покаялся. И жизнь пошла совсем по-другому. Уже 56 лет я иду этим путем. Пришлось за этот путь заплатить тюрьмами, лагерем, пытками. Но Господь позволил устоять, сохранить веру. Самое главное. Великая цель – оправдывать все. Достичь ее, быть в царстве со Христом. А без Бога ничего нет. Человек живет и… Ну что? Как животное. Вот это щадрулетка приходит. Это блудилище одно. Открытое, блудят, открыто все. Тело свое все лежат, едят и пьют. И голые мужики, голые. 50% голые. Ну а почему? Потому что Бога нет. Мы пришли рассказать о Боге, о судьбе, которую Господь назначил каждому. Что дальше будет с тобою? Я читаю Евангелие у меня. Здесь прямо стою сейчас и читаю. Здесь же. Псалтырь. А у него чего нет? Он первое слово мат говорит. Матерно. Ну и какой разговор-то? Он не знает, до чего живет. Вот в Библии говорится, а что знают, как бессловесное животное, тем расцлевают себя. Ну как бычки друг на друга скачут. Или собаки там где-то. Ничего этого нет. Ни браков не чтят. Ни уважения, ни к старости, ни к детям, ни к кому. То есть отребье земли. И это все кончится. И за каждое слово перед Богом отвечать надо будет. А человек думает, а я вот говорю, ругаюсь, там убиваю. И все так будет. Рано или поздно эта веревочка кончится. И ты перестанешь человек перед Богом. И что ответишь? Мы для этого пришли, чтобы людям сказать о великой любви Божией, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына, Своего Единородного Христа, на казнь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот ради этого стоит жить. И тогда все преобразуется. И характер, все Бог меняет. Для Бога. А без Бога что, скукота смертная. Это еще пока ты молод, еще там какие-то где-то мечты есть. А состаришься какой у тебя? А то мне вот через три месяца будет 80 лет. Я за веру заплатил лагерем, пяти тюрьмами. 26 лет меня только выкручивали, парили в морозилках. И я остался живой на диво всем. А теперь вернулся. Одновременно в пяти университетах занятия пришлось вести. Три радиопрограммы. Все поменялось. Бог испытал, промял. Ненужная, говорит, какая она отошла. А теперь говорит, иди, делай, что я скажу. Это цель. А если цели нету, ну, жил, пил, ел. Дальше-то что? Лопух на могиле. Есть люди, которые оставили свое имя в истории. А есть, которые, как не бывшие, пролетели. Это от нас зависит. Как мы будем видеть бедствия в народе. Сколько беды-то вокруг всякой-то, нехватки. А что я сделал? Вопрос только один. И ты увидишь, зачем я тогда живу. Вот когда считаешь Хаджи Мурат, Льва Толстого, когда там напали они, русские казаки у татар там в горах, пожгли все. Они, увы, вечером собрались и молятся. Аллах, а для чего эти русские живут? У меня был внук, его убили. Вот пасека были, пчелы, все разграбили. Для скотины кое-как стены заготовил, они его сожгли. Аллах, для чего они живут, эти люди? Это пронзительно. Это скорбно. Это человек пишет, который сам там был. Это касается нас. И теперь не надо удивляться, что к нам плохо относятся. Мы сами это посеяли. Ну не мы, а Ермоловы разные. Вот как надо. Может быть, какие-то вопросы есть? О спасении души, о жизни узнать побольше. Я постараюсь вам ответить. Я православный христианин. Во славу Божию делаем все. А мы мусульмане, извините. А что вообще есть Бог? Так, подождите. Он вперед вас задал вопрос. Что про мусульман хотели узнать? Как реагируете на них? Ну, верующие мусульмане. Ну и что? Мусульмане-то тоже люди же. Ему тоже умирать придется. И на суд Божий идти. На какой? На чей? На чей? На Божий суд. У вас как в вашей книге написано? На какного Бога. Это мы город какой? Да. Барнаул, Алтайский край. Мы проехали 6 мусульманских республик. У меня 38 книг вышло из печати. Я решил подарить библиотеке мира. Прошли Турцию. И мы вот были в Азербайджане. В доме мулы ночевали. Спроси, товарищи, кто такого мула? Это такая, типа, лошадь, но не лошадь. Да и корова. Корова, не корова. Как священник у нас, у православных. У нас с ними очень хорошее отношение. Мы вместе пошли в мещень. Мула, корова. Подождите, подождите. Нет, чтобы только плохих слов, чтобы не было. Что? Что? Вот. Человек рождается не на истребление, а на жизнь вечную. И за гробом другая жизнь. И будет суд Божий. Сатана этого не терпит. Он будет перебивать. Потому что Христос умер за нас. И дают прощение. Жертва Христа. Есть какие-то вопросы духовные? Нет. Ничего нет? Все понятно, да? Нет. А вы выключите там, у вас звуки какие-то несутся. Ну, самый важный вопрос такой. А для чего человек создан, живет? Для чего? Есть какая-то общая цель у людей или нет? Чтобы поколение... Да какое поколение? Он в пять лет уже умрет. Он должен иметь цель. В каком бы возрасте не умер, какой бы нации не был, он должен быть в вечности со Христом. Ты все равно умрешь. Какое поколение-то? О поколении люди не думают. Вот сюда сейчас рулетку-то собрались. Это блудное место. Какое тут поколение? Тут блудят. И не размножаются. Здесь недоброе дело-то затеяли. Ну, так для чего же человек живет-то? Не знаю. Жизнь вечную получить во Христе. Прославить Бога на земле делами своими. Вот для этого. И спасти свою душу. Чтобы в вечности быть с Богом в Царстве Небесном, а не в Озере Огненном. Прославить Бога на земле.